И так, мы с моим сожителем тараканом приветствуем вас на очередной серии прохождения Лава Сквайр и 29 число. Это говорит о том, что уже совсем-совсем скоро состоится экзамен с Хэ Ю, и пока... Нет, погодите. Давайте глянем. Но, в принципе, тут уже без разницы, либо силу, либо харизму качать. Наверное, будем качать харизму, хотя денег-то нету. Особо здесь не разгуляешься. И, кстати, давайте поговорим с Эмми о суевериях. Сестренка, ты суеверная же, да? Это не просто суеверия, это правда, серьезно. Ну, тогда хотя бы одно суеверие. Хорошо. Что бы ты ни делал, никогда не купайся в желтых плавках по понедельникам. А, хорошо. А почему нет? Духи воды ненавидят желтый цвет, это все равно, что дать им пощечину. Неудивительно, почему духи воды ненавидят желтый цвет, учитывая... Да. И как и все остальные, они особенно сварливы по понедельникам. Тоже справедливо. Собери их вместе, и они проклянут тебя, припевая действительно раздражающую песню, которая застрянет в твоей голове навсегда. Представь себе, мелодия застряла у тебя в голове на всю оставшуюся жизнь, это ж ужасно. Ты будешь слышать это все время, когда ты готовишь, когда ты спишь, даже когда ты с кем-то. Я могу прожить с этим. Я же с тобой уже вечность, я привык уже слушать раздражающие песни каждый день. Угу. Ну, теперь я буду петь в два раза громче, когда буду в ванной. Договорился. Угу, шестнадцать очков, плюс к отношениям с Эмми. Куда мы можем отправиться в этот прекрасный-прекрасный день? А можно сходить и попробовать, знаете, заработать немножечко деньжат. Потому что их действительно уже маловато, и мы хотя бы посмотрим, что у нас там. Да, пойдем. Пойдем глянем на восьмой эпизод. Учитывая то, что теперь есть лимит-брейк и хп еще больше. Возможно, все будет не так страшно. Главное, чтобы хилл был хорошим. Ну, у меня есть сомнения все же по поводу того, что мы сможем пройти восьмой эпизод. Может быть, здесь еще... Хотя... С таким хиллом, которым сейчас обладает у нас хилл. А я думаю, грех просто не пройти, да? Да, сейчас уже в каждой волне есть мобы-хилы. И вот, знаете, чуть-чуть нам урона не хватает. Вот прям капелюшечку, чтобы вот этих тварей шотать. То есть нам нужно минимум 110 урона, и тогда волна будет вырезаться просто за один удар. Лимит-брейк мы пока оставим. Оставим на финальную волну, где все будет страшно, прям, наверное. Ммм, два хила. Не, ну, это... Это однозначно нужно что-то делать. И вот здесь нужен лимит-брейк. Потому что эта штука уже бафается. Да, лимит-брейк однозначно. Свеженькое молочко к Бесси, прям, для тебя. Ну ладно, тут у этой твари нет шансов. Да, а, можно было, в принципе, и не хилять. И так все было хорошо. Угу. Не, ну, это поддержка. Пока-то хрень еще не забафалась. На Хью висит и небольшой. Но все же баф. Который уже закончился. Так, надеюсь, он не шотнет. Максимум он 80, наверное, ударит. А 40. Ни о чем. Могло быть и хуже. В разы хуже. Да, к тому же лимит-брейк есть. Даже если там кто-то еще будет, мы с этим справимся. Иди ко мне. Нас не остановить. А все? Да, лимит-брейк... Все сделал. Все сделал. 270 золота. Вот теперь уже можно и прокачать немножко наш урон. Это нам в таверну. Если мне не изменяет память. Да, нам нужна таверна. А вот, правда, прокачивать это придется крайне долго. А, да, и уже поздно, и настал день экзамена. Ну, хью. Возвращаемся. Утром он, видимо, припрется. Ну, отдыхаем. Суббота. Тридцатый день второго месяца. Ага, я вас понял. Да-да-да. Это говорило нам, наверное, о том, что экзамен начинается... Как дела, шкет? Был тяжелый месяц, да? Да. Мне бы не помешало выпить сейчас. Ну, вот именно поэтому мы и здесь. Садись. Эй, выглядит знакомо. Вы двое опять об этом заладили? Конечно. Почему бы тебе не присоединиться к нам, босс? Не возражаю. Итак, босс, как идут дела? Довольно неплохо. С приближением войны люди стали проводить здесь больше времени. А еще бы. Нет ничего лучше, чем немного веселья и смеха до... Но ты в курсе. Да, я понимаю. Кстати, о войне. Как ты держишься, Торо? Идешь в ногу со временем? Я? Ну, надеюсь, я буду готов, когда придет время. Тогда тренируйся лучше. А там посмотрим. Ты действительно неплохо справляешься. Какое облегчение. Теперь мне не нужно напрягаться, когда люди спрашивают меня, кто мой оруженосец. Хамло. Прими это как комплимент, Торо. Так черт, твои комплименты. Я тоже не могу... Я тоже не могу похвастаться, что ты мой рыцарь. Чего? Да чепуха ж. Народ меня любит. Да, не из-за того, что я слышал, Хью. И поверь мне, я слышал много вещей. А, ладно. Эй, так теперь мы можем поговорить о других вещах? Да, конечно. Шкет, о том, чтобы найти кого-то до войны. Ах, не мог бы ты уже расслабиться? Неа. Как я уже сказал, я инвестировал в твое будущее. Мы инвестировали в твое будущее. Ей, за бога, плодородие. Ну, как вы с Эмми? Ну, если тебе так интересно... Я думаю, она нервничает из-за определенных вещей. Я могу чем-то помочь? Я могу поговорить с ней? Не, спасибо, Хью. Это вроде как личное. Да, Хью, ты можешь причинить больше вреда, чем польза. Да ты ж этого не знаешь. Давай, доверься парню. А вот я, Хью, не совсем доверяю в этом вопросе. Да знаю, я знаю. Но, что бы там ни было, просто будь честен. Я знаю, что Эмми довольно прямолинейная девушка. Думаю, ей бы это понравилось. Ага, спасибо, Хью. В любом случае, прежде чем я сделаю нам еще один раунд... Как прошло твое прошлогоднее путешествие, Хью? Каким был Алкас? Да, ты никогда не рассказывал нам, что случилось. А, это... Ну, я сам хотел увидеть медные рудники Алкаса. Итак, я был совсем один во тьме, когда вдруг... Босс, не кричи Туру, я тебя здесь. Понял. Так, твое имя... Ты ведь не сдался? Нет. Потому что... На этот раз я все правильно понял. Тебя зовут... Джин Джексон Элвин и Джин Ти... Трипрубедо. Трипрубедо. Извини, что разбиваю твои надежды, парень, но это не мое имя. Правда, я был так уверен. Когда-нибудь ты угадаешь. Когда-нибудь. А теперь вставай и смотри на них. Мне нужно... Убрать твой стол. А, это был экзамен? Моя вторая ежемесячная проверка оруженосства. Босс присоединился к нам, как обычно. Я до сих пор не могу понять, какое у него настоящее имя. Да, все. Ну, все. Мы справились и можно отдохнуть. Экзамен Хью мы успешно... Прошли. Итак, третий месяц. Понедельник. Горожане, Эми. Горожане. Братец, ты знаешь Жизель? Медсестру? Да как бы тебе сказать, Эми. По-моему, даже слишком хорошо я ее знаю. Эм... Да? Я думаю, она классная. Иногда я хожу к ней за лекарствами. Она тихая. Мне это в ней нравится. А еще она БДСМ любит, Эми. Хотя ходят слухи. Люди говорят, что видели ее одну ночью. Она сжигает странные вещи и шепчет какие-то заклинания. Она... Она же не похожа же на ведьму или что-то в этом роде. Это просто слухи. Я имею ввиду, ведьм ведь не существует, да? Верно? Я не знаю, Эми. Но в следующий раз будь осторожна, когда пойдешь в лазарет. Она может заколдовать тебя. Не шути так. А я бы не воспринимал это как шутку. А вот это я бы как шутку не воспринимал, учитывая как... Жизель себя ведет порой. Так, куда бы нам... Чего бы нам... Может, с Жизелли правда стоит сходить поговорить? Блин, я с Уэл давно не общался. А может она что-нибудь расскажет? Да ничего она нам не расскажет. Хотя бы подарок ей давайте подарим. Держи цветок. Спасибо. Это чтобы тебе было что сжигать ночью. Да ладно, тогда идем прибухивать в таверне. Что мы еще можем-то? Поехали. Пока у нас есть деньги. Так, восемьдесят. Ага, все, пора домой. Ну, денег должно хватить. А если нет, на крайний случай пойдем гринданем немножко. Да, меньше половины времени осталось до войны. Надо бы к этому делу подготовиться. Эй, сестренка, ты знаешь других горожан? Ну, конечно. Иногда я покупаю рыбу у Уэл. Она такая милая. Хотя, на днях парень попытался поговорить со мной. Странно. Уэл только взглянула на него, и он убежал. Как будто только что увидел дикого кабана. Эмми, ты видела Уэл в таверне? Странно, да? Я что-то упустила? Как можно бояться такой милой девушки? Да, Эмми, ты что-то упустила. Я могу сказать пару причин. Да там даже, наверное, не пара причин там. Уф. Так. Ну да, идем дальше в таверну синячить. Нужно подготовиться. Так, все идет по плану, мы еще держимся. Все, завтра уже мы апнем себе Уэл. Блин, ты рыбу любишь, да? Держи лягушку, кстати, чем не рыба? Это подарок? Какой странный. А, с мысли... В смысле, странный. Блин, я хочу, я хочу, я хочу погореть Сэвел. Держи цветок. Ну вот же, ну вот сразу видно, сразу видно Эмми. Плюс четыре очка. Просто сходу. А что это они вдвоем в таверне там? Меня немного настораживает то, что в четвертом месяце у нас как бы по календарю нет никаких событий. Мне это на самом деле настораживает. Эмми! Братят, ты был в магазине с Сирены? У нее есть предсказание судьбы. Очень круто. Когда она читает карты, я получаю от нее хорошие советы. Ничего из этого нереально. Ты ведь знаешь это, да? Да неправда, говорю тебе. Она кое-что знает. С помощью древних духов из далеких земель. Хотя, похоже, у нее много клиентов мужского пола. А ну, потому что она красотка Эмми. Понятно. Хотелось бы, чтобы ее немного уважали. У нее ведь есть дар. Однажды она продала мне вот эту счастливую медвежью лапу. Она сказала, что если я буду молиться каждый день, это принесет мне любовь всей моей жизни. И кто бы это мог быть? Я на... На самом деле, я пока не знаю. Ладно. Посмотри на время. Мне пора идти. Не, Эмми. Вот. Хорошо, ладно. Лапка сработала. Лапка медвежья сработала. Ну, еще немножко по-синячим в таверне. А как бы, почему бы и нет? Тут как раз один разным осталось того. Во, атака теперь 125. А вот теперь эти твари точно будут шотаться. А я смотрю, у тебя появилось много новых подруг. Пил бы ты в таверне столько же, сколько Торо. Да, но... Но что? Но я ищу любовь, Кью. Я думаю, ничего из этого не получится. Ну и что в этом плохого? Если ты девушка, останетесь друзьями. Ладно, ты прав, Кью. Слушай, я понимаю, что у тебя не так уж и много времени, но... Поговори со всеми дамами. Все эти люди... Что-то значит для тебя... Все эти люди что-то значат для тебя? Я не знаю. Ну, если честно. Я тоже не знаю. Но это зависит от тебя, верно? Думаю, да. В любом случае, не расстраивайся. Как я уже сказал, иди и развлекайся. Наслаждайся жизнью. А, спасибо, Кью. Я подумаю о том, что ты сказал. Мега меч-крушитель. Поздравляем. Лимит поддержки разблокирован. Теперь вы можете использовать этот навык во время кампании. А теперь уникальная поддержка тоже. Не только исцеление. Ладно. И теперь нам осталось, наверное, силу, да, прокачать до седьмого уровня. Там, кстати, Беатрис, можно идти ее потыкать. А с другой стороны, что мы можем? Мы можем ей подгнать молоко Бесси. А, это для меня? Ну, я рада. Так еще бы ты была не рада. Держи. Вот, шесть очков. Ну и поехали. Дальше с прокачкой будет сложнее, если мы не откроем чудовищный этот уровень. Так. Мы близки, но там деньги заканчиваются. Это уже похоже на проблему. Да, полночи, пора домой. Понимаю. День рождения, я Жизель. Одиннадцатого. Да, нам осталось вот силу добить, и все уже будет более-менее адекватно. Я бы еще с Веллой, с Камалой и с Жизель бы отношения. Беатрис, я побаиваюсь. Есть в ней что-то такое, что меня немножечко, так вот, прям самую-самую малость настораживает. Опять до полудня проспал. Ну что ж, ребят, а на этом мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok